Привет, друзья! Мы с вами находимся в самом бюджетном магазине Америки, который называется Walmart. Ну, конечно, про него все знаете. Здесь продается все-все-все-все-все. И вот такие симпатичные даже цветуечки за 27 долларов. Кактусы всякие, вот цветы в горшках. Я прислала сюда, мне нужно купить кое-какую косметику, шампунь, то есть все. Смотрите, какие симпатичные алои. Это же алои, правильно? За 10 баксов всего лишь. Хороший горшочек. А вот эти мне прямо нравятся. Нравятся деревья. И вот эти симпатичные. Тут, кстати, вот всякая посуда для кухни, сковородки. Мы сюда с вами ходили. Идемте я. Пойдем в косметику. Здесь все дешевле. Это у меня тележка. Я с тележкой еду. Выбор небольшой. Но все дешевле, чем в других сетях. Поэтому здесь есть одежда, кстати. Ну, одежда такая. Так, куда же я иду? Да, это уже иду. Вот мы проходим всякую одежду. Разные... Разные товары. А я иду в косметику. Сейчас я вам покажу, что у них есть. И... Потом, может быть, в одежки зайдем. Вот написано fashion. Fashion. Фасонные все. Я сейчас быстренько пробегусь. О, смотрите, какая прелесть. Это пижамы диснеевские. Bambi. Здесь всякие футболочки. Так, ну, это такой самый у них. Это я зашла в какой-то отдел. В какой-то отдел с... Мужской, что ли? Женский вот это. Но это, по-моему, плюс сайз. Для большей размер. Судя по всему. Здесь, кстати, есть большой отдел. Больших размеров, что очень... Смотрите, какие видите. Что не во всех магазинах бывает. Так, я давай... Давайте вернусь в косметику. Здесь, видите, всего... Всего так много. Ну, и, в общем, все очень дешево. Прямо очень дешево. Клиренс, шапки, всякие носки. Ну, это такой американский гигант. Гигант мысли. Вот, шмоточки-шмоточки. Джинсовые юбчонки за 25 долларов. Вот, кофточки хлопковые на лето. Пиджаки компании Мэкс. Вы знаете, это такой бренд. Он сейчас здесь продается. Почем они? По 50 долларов. Когда-то это считалось компания... Ну, такая, не совсем уже дешевая. А такая, в общем, какая-то неплохая. Ну, и не знаю, может, я что-то путаю с кем-то. Вот, смотрите, какие сарафанчики. Сейчас, пока мы в косметику дойдем. Мы с вами здесь пока прогуляемся. Тоже Мэкс 35. А что? Приятный такой сарафан. И есть вот такие. И есть вот такого цвета. Примерять пока ничего не буду. Не хуже, чем в каких-нибудь... В каких-нибудь других магазинах. Хотя бы дешево. Не вижу, сейчас очки надену. Почем это? 23 доллара. Такие кофточки. С примесью льна. Поняли вы? Вот такое. Так, все, пошли в косметику. Потом вернемся, может быть, в шмотки. Я еще здесь пробегусь. Посмотрю, что здесь есть. Здесь бывают симпатичные даже украшения. Так, на распродаже полосачки. Светорочки в полоску. Но все-таки мы идем в косметику. Боже, как сюда зайти? Я не понимаю. Что-то здесь все перекрыто. Как зайти сюда? Какие-то заборы, заборы стоят. Что происходит? О, это на Сен-Патрик, знаете, мы... А, вот вход. Мы справляем Сен-Патрик. Ну, и мы справляем. Китайский Новый год я вам уже показывала. Еще в Канаде очень любят День Святого Патрика. Это ирландский день. Все пьют пиво, наряжаются в зеленое. Посмотрите, какую можно купить шапку за 5 баксов. Уже с приложенной рыжей ирландской бородой. Можно вот такую шапку зеленую. Можно всякие... Всякие вот такие шляпы. Прикольно. Видите, как прикольно. Заботиться о нас, чтобы мы все праздники встречали... Чтобы мы все праздники встречали в тематической одежде. Так, это для ногтей. Я сюда не пойду. Мне нужно купить карандаш для глаз. И... Карандаш для глаз. И что-то еще у меня было. Я сейчас потом вспомню. Значит, здесь есть Римоль. Это такая английская компания. Maybelline, Revlon, L'Oreal. Еще какие-то компании. Ну, в общем, все, что мы любим. И которыми мы пользуемся. По-моему, вот таким я пользуюсь. Карандашом для глаз. Если я не путаю. Который такой, знаете, как жидкий. Сколько он? 113 долларов. Жидкий карандаш. 0,4 миллиметра. Очень тоненький. Слушайте, я же не помню, какой мне нужен. Какой у меня был. Сейчас я поищу. Не буду вас мучить. Выключусь. И потом включусь снова. Такой вот я взяла. Жидкий. 0,4 миллиметра. Вот такой. У меня очень тонкий. Черный. Стоит он 13 баксов. Бросаем в тележку. Так. Здесь еще есть всякие помадки. По 12 долларов. Это тоже L'Oreal. Я, кстати, люблю помаду L'Oreal. И люблю помаду Revlon. Но мне помада никакая не нужна. Тени. У меня их много. Вот такие жидкие всякие помады. В общем, крем-подра, который я не пользуюсь уже несколько лет. Когда-то покупала, я и пользовалась. А сейчас я перестала. Так. Это Maybelline. Кстати, Maybelline. Вот этот считается консилер. Вот с такой вот этой штукой считается хорошей. Но я тоже не пользуюсь ни консилером, ни чем я не пользуюсь. Я не пользуюсь, девочки. Вот синяки возле глаз замазывать. Тоже вот таким вот каким-то хорошо. Только я не помню какой-то цвет. По-моему, нужен розовый. Вот розовый вот такая вот Prime. Он хорошо для... Ой, тушь, тушь мне не надо. Что-то мне еще надо было. Я сейчас не вспомню. Может быть, для бровей карандаш купить. Сейчас посмотрю, что у меня кончается. Я вообще небольшой специалист в косметике. Я не сильно умею этим всем пользоваться. Крашусь я абы как. Много-много лет. Одинаково. Меня все ругают, что мне надо поменять кос... Поменять косметику. В смысле поменять мейкап, как я крашусь. Я не знаю, как поменять. Риммель тоже. Вот Риммель тоже хорошая косметика. Английский бренд. Что у них есть для бровей? Сейчас я поищу. Или вот Ревлон. Вот Ревлон. Прямо вот я встала. Ой. Вот для бровей. Вот этот, смотрите, какой интересный. У него вот такая вот кисточка. Зубчиками. А есть вот такая вот типа тушь. Тушь для бровей. 24 часа держится. Может мне такой купить? Чем карандаш. Карандашами я чуть не особенно дружу. Вот этот неплохой. По 13. Тушь у них это стоит 17. Цены очень выросли. Видите, они из разных цветов. Для светлых, блонд, красный и light brunette. Вот такой я обычно покупаю. Легкая брюнетка. Потому что я, когда темные, очень покупаю, я получаюсь как какая-то это. Это тоже L'Oreal. Почему же она висит в Ревлоне? А, вот здесь L'Oreal. А Ревлон вот тут. Пойду-ка я, может быть, посмотрю. L'Oreal довольно одна из самых дорогих. Может быть, я вот Ревлон посмотрю себе что-то. Давайте-ка я поищу, что здесь есть интересное. Так, такой я взяла для бровей карандаш. Легкий коричневый. Такой легкий браун. Не waterproof. Потому что они, я все думала, чем они отличаются. Здесь два одинаковых рядом висела. Он один waterproof. Это значит, что можно в нем купаться, плавать и так далее. Его очень трудно потом смыть, если честно. Я не люблю такие. В общем, взяла вот такой. Хотя я такая, в общем-то, брунетка. Но я не беру прямо такой коричневый-коричневый. Потому что я буду... Он будет приемлемо такая чернобровая такая, знаете, цыганка-аза. Мне не нравится. Короче, то, что у меня светлая кожа, и мне эти черные брови совершенно не идут. Вот такой. Значит, он стоит один из баксов. Фревлон. Положим его вместе в тележку с этим... С карандашиком. И пошли дальше. Так. Мы с вами возвращаемся в одежки. Посмотрите, какие здесь пальто. Какой-то бренд. Биби Дакота. Первый раз слышу. 50 долларов. Ого. Вот такой пыльничек. Плащик. И вот такой же есть черненький. Такая же есть куртежка. Видите? Типа бомбер. Смотрите, вот такое вот платье. Цветочек. За 40. Красота. Ну, красота. Вот такие, смотрите, платья. Прямо. Светлая джинса. Все на кнопках. Сзади на резинке. Почем сия красота? Тоже 40 долларов. Ну, чего? Вот так оно выглядит. Ну, что? Нормальное платье. А синеньких таких нету. Синенькое я бы... Вот такой еще бомбер черный. Синенькое прямо я бы... Я бы даже не отказалась, наверное. Тут много всякой джинсы. Я свою тележку забросила. Надо мне ее взять с собой. Какие-то здесь давно не было. Какие-то новые здесь компании. Биби Дакота. Что это такое? Биби Дакота. Вот какая красота. Посмотрите. В бабочках. А вот синенькое есть. Слушайте, оно ничего такое. Только я смотрю, что размеры все. Видите? Смол, экстрасмол, мидиум. А мидиум мне будет маленькое. Мне нужен ларч хотя бы. Они еще такие узенькие. Симпатичное платье. Я серьезно. Я не шучу. Ну, вот такое. Смотрите, какое хорошенькое. В полосочке. Посмотрите, как у него юбка интересно сделана. Полоски стоят разными... По разным направлениям. Так. Так. На резиночке. Только воротники я такой не люблю. Есть такое розовое. Есть такое... Такое белое-черное. Или это другое. А, такое же. Оно с поясом еще. Видите? А это без пояса или пояс? Есть пояс. Вот. На чем оно стоится? Тоже, наверное, по 40. Да. 39,97. Здесь, между прочим, трикотажные юпочки. Розовенькие. С разрезом. За 20. Потом вот такие вот за 18 топы трикотажные. И вот такая вот сверху можно надеть... Ой, что он так висит плотно? Не вытащить. Короче. Вот такой вот кардиган. Такого же цвета. Можно сделать вот такой комплект. Смотрите. Юбка. Топ. И сверху кардиганчик. И сверху вот такой кардиганчик. Тоже за двадцатку. Вы прямо будете как... Вы будете совершенно в шоколаде. Красиво одеты за три копейки. Ровно за три копейки. Так. Вот такое платье. Кстати, неплохо для дома. Причем оно? 16 долларов. Хлопок. Хлопок. Уже не стопроцентный хлопок. Сбоку такая вот у него сборочка. Есть такие. Есть черные. С белым. Есть синенькие. Ну, посмотрите. Вот оно. Как домашнее платье. Что плохо? И не только как домашнее. Такие же есть и футболки. Собранные. Не только как домашние. Можно и как взрослые. И как на улице у нас. Запросто можно. Вон какие платья сарафанчики. Это кто у нас? Это такие же, по-моему, как я вам показывала. Нет, это другой компанией. 29 долларов. Посмотрите, какая прелесть. Ну, что в нем плохого-то? Шлейки. Нет. Прелесть. Сарафан. Сарафан. Есть вот такой цвет еще. Красота. Вот полосочки какие. 25. Тоже хлопок написан. Пожалуйста, вам. Такой. Такого расцветки. Бежевый. И прекрасный. Голубой. В белую полоску. Это вообще мне нравится. Прям красиво. Единственное, что... Ну, вот экстраларч. Я, на самом деле, как раз могу на себе. Но мне не надо. Мне ничего не надо. Я просто так здесь гуляю. Ой. Сотепилась моя тележка. Я пришла, на самом деле, вот купить карандаш для глаз. Карандаш для бровей. И застряла тут. Потому что вот решила поснимать. Думаю, раз я уже здесь поснимаю. Посмотрите, какая хорошая, симпатичная джинсовая рубашка. Почему они? 34. Немало. Ну вот, посмотрите. Вот это серое мне не очень. А вот это прямо классно. Кнопочки. Карманы. Такие. Интересно. Сшито. Хорошо сшито. Аккуратненько сшито. Не знаю. Если не придираться, так вполне. Я вам хочу сказать, что кануцы. Девушки наши здесь запросто одеваются. Просто вообще вот на раз. Потому что им вообще пофиг. Так. 25 долларов. Летний сарафан. Вот какое платье. Смотрите. У него сзади 29. Это сзади. Вид сзади. Вид спереди. Вот такой. Посмотрите. Вот такой. Простеточка вообще симпатичная. Правда же. Сейчас. Ой. Куртки. Сейчас меня засмеют. И захейтят. Что я всякое. Все кубе на полочке показываю. А так. Здесь купальники. Между прочим. Уже летние. У меня, кстати, был от них купальник. А вот это курточки. Дождевики такие. У меня, кстати, был из Walmart купальник. Носила, купалась, стирала. Ничего с ним не было. Смотрите, какого красивого цвета. Симпатичные куртки, кстати. Капюшон такой. Очень даже ничего. 75 баксов. Сзади вот на резинке он такой. Что-то за бренд с крестом какой-то. Тоже первый раз вижу. Тоже что-то новое. SwissTech. Интересно. Неплохо, неплохо. Так, купальники. Здесь, кстати, больших размеров купальники. Big, big plus size. Есть вот такие раздельные, красивые. А есть сплошные. Большие такие, знаете ли. У больших девочек. Для меня в том числе. О, клиренс, распродажа. А вот еще платье, смотрите. Devoted. Название же. 40 баксов. Но это большие, видите, 1X. Вот medium. Но это не нравится мне. А вот это прям ничего, да. Вот такого. Такой расцветки, в общем. И на толстеньких есть много. Поэтому это очень классно. Так, что у нас на распродаже? Свитера. Кофта. Кофта. Почем? Это все зимнее. По 33. Ничего себе. Вообще не дешево. Юбки. Юбки трикотажные. Ну, это 2X, 3X. Это как раз на меня. Чего? Как раз на меня. Зато пузо не будет торчать. Бордовые, коричневые. Так, ладно. Сейчас совсем меня заругаете. Я лучше пойду. О, рубашечки в клеточку. А чего? Я, кстати, люблю. Очень люблю. Почем? 24. Знаете, что-то дорого для Walmart и для распродажи. Стало 30. Ну, что это за распродажи? Это вообще ничего. 24. Ну, это все какие-то огромные размеры. Пойду-ка я посмотрю поменьше размеры. О, пойдемте в бижутерию посмотрим. Вот по дороге еще заглянем вот на такой. Светорок 21, был 25. Ну, серьезно. Это уже зима окончается. Они все никак не распродадут. Слушайте, вот это прям красиво. Посмотрите, какая расцветка. 25 был. Сейчас непонятно. Экстра, экстра. ХХЛ размер. Посмотрите, какой красивый цвет. Какой красивый цвет. Мне он нравится. Давайте вот этот возьмем. Это экстра ларч. Сейчас. Но на нем не написано, сколько он стоит. 25. Посмотрите, какой классный. Он реально красивый. Я возьму, я его сосканую. Может быть, здесь такая есть машинка, что если нету, не написано, действительно, на клиренсе не написана цена, то можно проскануть и посмотреть, сколько он стоит. Вот такой же есть бордовый. Розовый, вернее. Не вот тот зеленый, вот тот, что я взяла. Больше нравится. Так, я пришла за этим. Сейчас я тут. Так, это тоже все распродажа. Это детское, это мужское. Так, пойдемте в украшение. Я вас хотела отвезти. Потом в шампуне я пойду. Мне нужно там мылка купить. Это тоже распродажа. Смотрите, какая куртка. Мне кажется, что это не распродажа никакая. 65 долларов. Так, ладно. Написано клиренс, но не написано почем. Пошли в украшения. Украшения когда-то у них были симпатичные, даже попадались. Но в последнее время что-то все стало мне не нравится ничего. Какие-то брошки у них раньше были. Сейчас что-то ничего нет. Ну вот. Ну вот. Брошечка, бабочка. 10 баксов. День. Фу. Это мужское что-то. Это мужские украшения. Нет. Не вдохновляют. Меня совсем не вдохновляют. Ничего. Мне не нравится. Все какое-то детское, дурацкое. Сумочки. Сумчата. 25 долларов. Девочки, вы понимаете, такие цены, их не... Ну, как бы можно такие цены найти, но на самых-самых, самых больших распродажах. А вот так, чтобы без распродажи, чтобы что-то там... Сумка за 25 долларов. Ну, простите, ну, нигде такого нету. Вот такая. Она уже вся отклеивается, по-моему, на ходу. Рюкзаки. Кто-то еще носит рюкзаки в 24-м году. Вот эта, кстати, неплохая сумка. Посмотрите. Ну, вот так, на каждый день у нее есть такой вот ремешок. Цвет хороший. Ремень, который удлиняется через плечо. Вот такая хорошая застежка. Понимаете? Вот. И стоит она, не знаю, сколько. Вот здесь есть карман еще сзади, вот так, на кнопке. Не во всех дорогих сумках такой есть. Есть ручка. Есть внутри несколько отделений. цена-тку я не вижу цены, но я думаю, долларов 30 она стоит. Может, 40. Вот такие вот плетеные ботега а-ля ботега. Плетюшки за 25. Вот эта симпатичная сумочка феррагама типа. Так, в общем, короче, пойдемте дальше. Дальше, дальше. Дальше, дальше. Украшения. Так, ничего я не нашла симпатичного, никаких украшений. Совсем мне ничего не нравится. То были у них красивые когда-то. Так, что еще вам показать? Пошли в шампунь. Ну что, неплохой цитарок же, да? По-моему, ничего. Как вы считаете? Красивый? Я бы сказала, даже красивый. Сидит ничего только. Я тут в спортивных штанах, не накрашенная, не обращайте внимания. Экстраланчик. Нормально. Сам красивый. Итого, девочки, что мы берем? Светарок оказался 8,50. Несмотря на... А стоил 25. Очень симпатично сидит. Я вам показывала. И цена просто вообще волшебная. Так, это спрей для волос, для корней. Когда корни отрастают, видите, рут, тач, ну, для рут, это корни, ретач, это чтобы, ну, как бы, потрогать. подкрасить немножко корни, когда они отрастают, через две недели. Но каждые две недели красить волосы, это безумие. Вот такие вот продаются, вот такой баллончик. Он вот так вот выглядит, как спрей. Они есть разные. Вот это Шварц Копф. Я никогда его не покупала. Я покупала другой фирмы. Попробую. Цвет такой коричневатый. Dark brown. Карандашик для, вот такой я выбрала все-таки для глаз. Я убрала тот лореаль, нашла вот этот Cover Girl. Тоже не покупала. Попробую. Понравится, не понравится, куплю опять лореаль. И вот этот для бровей. Я вам показывала. Ну, и там по мелочи шампунь я купила для сына. Разную ерунду. Ну, в общем, вот с витарком прибрахлилась. 8,50. Шикарно. Все, девушки, иду я на выход. Кстати, вот футболки полосатые за 12 долларов еще есть. Вполне себе тоже как хлопок. Посмотрите, нормальная футболка такая, в рубчик. Да. Есть полоску. Есть черные просто. есть красные оранжевые, красно-оранжевые есть вот такие вот. Это какие-то другие. в общем, короче, есть вот такие вот страшные пристрашные, полосатенькие. Вот голубенькая в полоску симпатичная 12 долларов, 13. Так, вот за 16 есть шорты тоже, футболки. О, смотрите, какие. сейчас тележку я себе бросила. сейчас я ее возьму. Вот еще какие-то ковтюли. Короче, юбки белые джинсовые. Юбки белые джинсовые за 25. Нормальная юбка. Еще какие-то платья, цветы. Вот это, смотрите, какие маечки симпатичные. мне понравилось с такой чуть-чуть такой вышивочкой, симпатичный. Вырез такой, горловина хорошая, не под горло, а такой, в принципе, неплохой горло. 16 долларов. Всякие потом шорты, в общем, ну, много всего. Короче, можно прибрахлиться. Вот такие футболки можно здесь покупать, вот такие на шлейках. Они вообще дешевые, по 8 баксов и тоже хлопок. Знаете, вот если пододеть под какой-то вниз что-то нужное, они из разных цветов, есть вот такого вот фасона, что, видите, их можно наносить с двух сторон. Можно наносить вот так вот, вырезом туда или вырезом вот сюда. Вот они. Эти вообще по 7. Эти вообще по 7 долларов. Удобные, они удобные. Если вам нужно какой-то пододеть что-то вниз, да, то это удобно. Вот такое есть. Есть, вот видите, есть белые, бежевые. Кстати, черных. Нет, есть черные, но черных мало, потому что черные все покупают. Знаете, как нижнюю футболку вот под что-то, что просвечивается. За 7 долларов вполне симпатичная вещь. Все, короче, девочки, на этом я с вами попрощаюсь, вот глядя вот на эти вот цветуечки. И увидимся в следующем видео. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока, бай-бай.